Нивы, УАЗики, Газели. Первая партия автомобилей для наших бойцов в зоне СВО готова. Все машины высоко проходимые и полноприводные. Технику выбирали для фронта представители боевого братства. Они же занимались подготовкой авто к фронту. Машины прошли полный техосмотр, по необходимости отремонтированы. Там дороги фронтовые, грязь и колеи. Ездить на обычных машинах, на которых мы ездим, по городским дорогам, там, конечно, не проедешь. Это все то, что они просят, то, что им нужно. Потому что машины там очень нужны. Не только на танках ездить. И за снарядами нужно ездить, где-то раненых увезти. На танках ты это делать не будешь. Поэтому машины там нужны, они просят, и вот мы им будем отправлять. Деньги на приобретение машин выделило республиканское правительство. Это порядка 10 миллионов рублей. Авто для наших мужчин в зоне СВО передали и предприятия Хакасии, а также бизнесмены. Пока 16 машин, позднее подвезут еще. Парни, вы все большие молодцы. Спасибо за вашу смелость и за то, что перед лицами опасности вы не струсили. И таких пожеланий в этом автобусе множество. Автобус приехал из Сорска и отправится в зону спецоперации в госпиталь. Пожалуй, самым трогательным моментом стало то, как абаканские малыши оставили на автомобилях цветные отпечатки своих ладошек. Вот, молодец. Давай еще. Я раскладываю машину для солдатиков. Как думаешь, им приятно будет, когда они видят украшенные машины вашими ладошками цветными? Да. Почему? А потому что машина будет очень красивой и ялкой. 10 апреля состоится торжественная отправка машин. Автопоезд выдвинется в сторону передовой. А в начале мая сотрудники Общероссийского народного фронта прибудут в зону спецоперации, чтобы лично передать автомобили бойцам из Хакасии. Добавим, благотворительная акция продолжается. Все желающие могут принять участие. Надежда Савельева, Владислав Воронов. Новости. Надежда Савельева, Владимир.